Бенджамин Уэст – англо-американский художник, известный своими крупномасштабными историческими полотнами. Биография Бенджамин Уэст родился в Спрингфилде в семье трактирщика, был десятым ребенком в семье. Позже семья переехала в Нью-Ютаун-сквер, штат Пенсильвания, где его отец владел заведением сквер-таверн, до сих пор существующим в городе. Уэст говорил Джону Гальту, с которым позже сотрудничал в работе над мемуарами The Life and Studies of Benjamin Уэст, что когда он был ребенком, индейцы показали ему, как писать картины, смешивая глину с берегов рек с медвежьим жиром в горшке. В живописи Уэст был самоучкой. В 1746-1759 годах работал в Пенсильвании, рисуя по большей части портреты. Когда он побывал в Ланкастере в 1756 году, оружейник Уильям Генри предложил ему написать полотно «Смерть Сократа» на основе гравюры из «Древней истории Шарля Ролина». Результатом стала работа, значительно отличавшаяся от оригинала, названная самой претенциозной и интересной картиной. Созданный в колониальной Америке, англиканский священник Уильям Смит, бывший в то время ректором колледжа Пенсильвании, увидев картину в доме Уэста, решил оказать ему помощь. Он предложил ему начать обучение и начал знакомить его с богатыми и влиятельными людьми Пенсильвании. В 1756 году Уэст отправился в Филадельфию для обучения живописи. В это время он познакомился с Джоном Валластоном, художником, эмигрировавшим в США из Лондона, изучал технику Валластона по написанию переливающихся шалковых и атласных тканей, а также перенял некоторые манеры его письма, в частности изображения людей с большими миндалевидными глазами, что ценилось клиентам. Он был близким другом Бенджамина Франклина, написал его портрет. Франклин был крестным отцом второго сына Уэста, Бенджамина. После Пенсильвании работал в Нью-Йорке, создавая портреты. В 1760-1763 годах, при содействии Смита и Уильяма Алина, совершил поездку в Италию, посетил многие итальянские города, изучая искусство, что позволило расширить тематику его картин. В Италии он создавал копии картин Тицианна и Рафаэля. В 1763 году переехал в Англию, где поступил на службу королю Георгу Трем, писал портреты членов королевской семьи, создал два портрета самого короля. В Лондоне он подружился с известным английским живописцем Джошуа Реноутсом. Вместе с ним участвовал в создании Королевской академии художеств, основанной в 1768 году. В 1770 году Уэст написал одну из самых своих известных и противоречивых картин «Смерть генерала Вольфа», выставленную в экспозиции Королевской академии художеств, в 1771 году. Хотя сначала картина получила негативную оценку Рейнолдса и других художников, посчитавших ее оскорблением исторической живописи. Но она стала пользоваться большим успехом, с нее делали копии другие живописцы, и в итоге Рейнолдс одобрил картину. Существует несколько ее вариантов. В 1772 году Георг III назначил Уэста историческим живописцем при дворе с ежегодным жалованием в 1000 фунтов стерлингов. С 1791 года и до самой смерти был инспектором картин в коллекции Короля. После смерти Рейнолдса в 1792 году стал вторым президентом Академии художеств. Занимал этот пост до 1805 года. В 1802 году посетил Париж. Среди учеников Уэста американские художники Вашингтон Олстон, Гильберт Стюарт, Чарльз Уилсон Пилл, Джон Синглтон Копли, Чарльз Берт Кинг. Одно время учился рисованию изобретателя Роберт Фултон, с отцом которого Уэст был дружен и в доме которого жил почти 7 лет. Источники Уэст Бенджамин Псе. Третье издание Уэст Бенджамин. Энсиклопа Еди Британика Фром Энсиклопа Еди Британика. 2007 Ултимитри Ференос Саид. 1750 шедевров мировой живописи. 500 великих мастеров. Минск. Хорвет. 2007. 2007.